Алишер Боргинштерн, один из самых популярных людей в интернете. Дерзкий провокатор и шоумен, который не боится экспериментировать с собой и своей деятельностью. Обратите внимание на его смелость в поиске и экспериментах в музыкальных жанрах, например. Он проявил себя и в своей рок-группе, выпустил много рэп-клипов, затем с приходом славы и денег пробует себя в бизнесе, в инвестициях, открывает свой ресторан и охрана агентства. Он часто становится участником скандалов и интриг в медиапространстве. Его выходки часто широко обсуждаются и обращают на себя внимание. В любой популярной личности часто конфликтуют две стороны. Личность человека, который является популярным артистом, и с другой стороны медийный образ, который создается за счет того, как именно популярный артист представлен в медиапространстве. В этом разборе я постараюсь разобраться, чем отличаются друг от друга и как конфликтуют личность популярного артиста и его медийный образ. Предлагаю вам устроиться поудобнее и вместе с нами понять, в чем разница между Алишером и Моргенштерном и можно ли это вообще как-то разделять. К тому времени, как я выпускаю этот разбор, стало известно, что Моргенштерн покинул страну. Это идеальная возможность связать мой анализ с этими событиями. У меня предложение. Когда вы слышите о нем что-то плохое, считайте, что меня купили те, кто желает Моргенштерну зла. А если вы слышите о нем что-то хорошее, то считайте, что меня купил он. А всем другим адекватным зрителям приятного просмотра. Для вас не будет новостью, если я скажу, что успех Моргенштерна обусловлен не только тем, какое творчество и конечный продукт он создает, но и то, как он привлекает внимание к своей личности, как продвигает и рекламирует уже конечные свои продукты. Важная составляющая его успеха состоит в его продвижении, его действиях, фразе, поведении и маркетинговой уловке. Часть своих примеров Моргенштерн раскрыл на конференции Амаконов. Он рассказывал, как построить личный бренд. Алишер рекомендует и сам использовать четыре инструмента. Вызвать эмоции, запоминаться, ассоциироваться и веселиться. Сейчас интернет-маркетинг занимает большую часть долю рынков сферы онлайна. На одном только хатхантере больше 10 тысяч вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей. И востребованность таких специалистов будет только расти с каждым годом. Если вы мечтаете овладеть удаленной профессией с таким доходом, то у меня есть для вас интересная рекомендация. Курс «Полное погружение в маркетинг» от Комаркетинг Академии. Это мощная команда, которая обучила уже 3,5 тысячи специалистов. Также Академия является партнером Facebook в России. Чему вы научитесь на курсе? Разработка стратегии продвижения, настройка и анализ рекламных компаний, привлекать и удерживать клиентов, увеличивать число заказов и прибыль бизнеса. Вы будете обучаться на реальных проектах агентства «Комаркетинг», это «Киви», «Кухня на районе», «Озон Тиньков». Также в программу входят индивидуальные консультации от преподавателей и экспертов, которые доступны почти в любое время любого дня недели. Помимо этого, вам будет доступен пожизненный доступ к обновлениям программы курса. И немаловажно, что «Комаркетинг» поможет вам с трудоустройством. В Академии есть карьерный центр, который помогает с поиском работы, а диплом вы будете защищать перед преподавателями крупных брендов. Кстати, о трудоустройстве. Более половины студентов курса уже в процессе обучения находят работу или получают повышение, а выпускников охотно берут к себе и западные компании. Если вы перейдете по моей ссылке в описании и назовете промокод менеджеру «Ментал», то вам будет доступна скидка в 34% на все обучение. Поэтому рекомендую не упускать такую возможность. А мы продолжаем наш разбор. Начну анализ именно с медийного образа, ведь я не знаком с Лешером лично. Отсюда стоит заключить, что именно личность мне будет сложнее анализировать напрямую, поэтому я буду делать выводы, исходя из своих личных наблюдений. Медийный образ Моргенштерна складывается из-за нескольких аспектов. Одной из самых главных сторон сценического образа Моргенштерна можно считать склонность к провокациям. С тобой говорить под камерами я буду тогда, когда ты мне заплатишь. Когда Моргенштерн ведет себя слишком открыто и прямолинейно, он вызывает у людей широкий спектр разных эмоций. Удивление, шок, восхищение, сопереживание, неприятие и отвращение. Своими выходками Моргенштерн заставляет людей реагировать на него. За что я люблю Моргенштерна? За то, что я больше не главная скандалистка. Есть человек, который делает это гораздо круче меня. Разберем момент с вручением премии Муз-ТВ. Следует учесть, что все это могло быть не только импровизацией Моргенштерна, но и пиар-ходом со стороны Муз-ТВ для привлечения внимания к своему шоу. Даже в таком случае Моргенштерн остается в выигрыше, ведь он смог привлечь к себе внимание путем разрушения общего порядка правил шоу. Не победив в одной из номинаций, Моргенштерн оказывается недовольтворенным. Он не победил, ведь он хотел забрать все четыре золотые тарелки. Что в чем проблема? Скажем. Он протестует и... Да я... Нет, подождите. Он заявляет о себе, сначала обращаясь к поддержке зрителей, и ставит под сомнение значимость голосования. Здесь мы замечаем одну из главных составляющих его медийного образа, которую разберем еще позже. Я хочу, чтобы это решили зрители. Это же зрительское голосование. Я предлагаю сейчас по очереди назвать имена и по уровню шума понять, кто действительно... Ведущим и другому номинанту приходится подстраиваться под него. Они будто не знают, что с ним делать, поэтому в итоге просто решают игнорировать. Заметьте, как в этот момент Александр Рева по-настоящему пугается, потому что не знает, чего можно ожидать от Моргенштерна. Затем Моргенштерн еще больше снижает значение голосования. Теперь он утверждает, что оно и вовсе не имеет смысла, что достаточно смело. У общества есть мнение, что подобные шоу с точки зрения голосования заранее предопределены. Но Моргенштерн был единственным, кто это не просто высказал, но и добавил себе дополнительных очков, ведь закрепил мнение за собой, что он номер один. Я и мои слушатели знают, кто победил в этой номинации. Мне не нужна тарелка. То есть условно сделал себя жертвой несправедливости. И люди, заведомо зная, что такие шоу могут быть подстроены, и именно Моргенштерн оказался его жертвой, проявляют к нему чуть больше эмпатии. И заведомо соглашаются с ним. Далее он пародирует Александра Реву, чем нивелирует значимость его творчества, а также ценности этой премии. Своими действиями он как бы говорит, видите, так может кто угодно, вы дали премию не тому. В финале он максимально захватывает внимание публики, чем восстанавливает свою позицию. А тем временем Рева оказался в слабом и неудобном положении. И последнее, и последнее, что я хочу сказать. Посмотрите на эту женщину. Вот моя награда. Спасибо. На подобном примере мы видим тактику Моргенштерна привлечь к себе внимание благодаря открытой провокации прямолинейности. Каждый следующий шаг вызывает у зрителей больше реакций и у кого-то возмущения. И с каждым ходом привлекает к себе все больше внимания. Провокации, излюбленный и, самое главное, рабочий прием Моргенштерна. Это одно из главных составляющих его медийного образа. Не менее важным аспектом образа является желание выделиться и быть выше других. Чаще всего это выражается с помощью демонстрации своего финансового благополучия. И хочу подчеркнуть, что я рассматриваю исключительно в контексте маркетингового трюка, как его поведение и действия формируют его медийный образ, а не как искреннее желание личности продемонстрировать, какой он крутой. Моргенштерн всегда стремится к тому, чтобы создать доминирующую позицию по отношению к оппонентам. Делает он это с помощью провокационных фраз, дерзкого поведения, а также прямых заявлениях о своей исключительности и высоком положении над остальными. Подобное показное высокомерие также может быть очередным способом Моргенштерна быть замеченным другими. Но сказать наверняка сложно, реально ли это его качество личности, либо является очередным элементом образа. Потому что даже в ранних интервью его, его друзей и близких, мы не наблюдаем проявления только лишь этих качеств. Я прихожу в шоу, это мое шоу. Он часто пытается вызвать у зрителей эмоции своими успехами в творчестве, роскошной жизнью, своим высоким положением в обществе. Он создает впечатление богатого беспринципного циника, которому все можно. В наших реалиях люди не очень позитивно относятся к тем, кто живет лучше их. Это вызывает ряд эмоций, в том числе и негативных. Таким образом, даже с помощью негативных эмоций, Моргенштерн привлекает к себе внимание. Ёбну. Меня все вменяют, что я пишу про бабки, тачки и охуенно жизнь. Блин, извините, у меня такая жизнь. Особенное место в медийном образе Моргенштерна занимает поведение, которое разрушает шаблоны, противоречит общепринятым нормам. В клипах он и его соратники бунтари, которым неважно мнение окружающих. Эти персонажи желают просто получить кайф, наслаждаться жизнью на полную катушку, делать все только для себя и получать удовольствие от жизни. Даже названия некоторых клипов Моргенштерна звучат достаточно провокационно. Это может быть маркетинговым ходом для повышения интереса к своему творчеству. При этом нельзя признать какой-то аспект Моргенштерна ведущим. Все они сплетаются в единый монолит и часто действуют одновременно. Главная цель всех этих приемов, конечно же, привлечь внимание к себе и своему творчеству. Чаще всего мы видим на экране не Алишера, а Моргенштерна. Рабочий сценический образ. Я решил, что абсолютно, абсолютно не буду готовиться к сегодняшнему выступлению. Я на самом деле просто тяну время, потому что хуй знает, что сказать. Плато ассоциации. Не знаю, зачем тут этот слайд. Вообще, на основе общего поведения Моргенштерна, мне сложно признать, что его поведение действительно продумано заранее. Я склонен верить тому, что он настолько понял свой образ, рабочую модель поведения, что действует скорее интуитивно, чем по заранее продуманной стратегии. Более того, сам Моргенштерн подтверждает это. В чем феномен Моргенштерна? Занимайся любимым делом, тогда оно вырастет огромным и принесет плоды. Предварительный анализ показывает то, из чего в основном состоит медийный образ Моргенштерна, то есть картинка, которую мы получаем в итоге. Но сейчас мы видим, как все эти приемы постепенно вытесняются совершенно иными качествами. И вот это кажется интересным подметить. Сейчас происходит очень интересный момент в истории творчества Моргенштерна. Когда артист, личность, образ человека находится в одном и том же амплуа, он перестает быть интересным. Смена амплуа может быть нужна для того, чтобы образ продолжал интересовать зрителя. Его имидж претерпевает изменения. И характер также меняется. Я постоянно меняюсь, и мне это нравится. Я как будто за свою жизнь уже прожил жизни семь. Дополнительный интерес вызывает то, что мы не можем быть уверены, это изменение образа или просто желание открыться зрителю, показать свое настоящее лицо. Все это помогает не только удерживать внимание зрителя на себе, но и менять отношения зрителей к Моргенштерну. Изменения в его поведении были заметны еще на интервью у Дмитрия Гордона. Алишер, как и раньше, искренен и открыт перед зрителями. Но теперь он чаще открывает свои слабые места. Говорит про проблемы и сложности, которые у него возникают. Следует добавить, что на этом интервью Алишер был выпившим. Поэтому это могло повлиять на то, как он отвечал на вопросы. Если мы посмотрим на одно из более ранних интервью у Дудя, мы увидим, что он не столько пытался рассказать что-то о себе, сколько хотел пропиарить себя и свой медийный образ, прорекламирует свое творчество. Например, с помощью подобных интриг. Почему ты так и не выпустил фит с Лилл Пампом? Потому что я еще не знаю, есть он или нет. Возможно, еще рано. Он же есть? Ну, да, пусть и не есть. На интервью Гордона мы видим несколько иную картину. В данном случае его ответы не создают загадок и лишних вопросов. Он просто прямо и открыто отвечает Дмитрию на все вопросы. Видимо, в рекламе он более не нуждается, поэтому просто хочет поговорить и рассказать о себе что-то новое, по большей части не так связанное с его сценическим образом. Гипотетически, ты можешь представить, что покинешь Россию или нет? Конечно. Можешь покинуть Россию? Конечно, да. Дополнительное внимание на себя обращает появившийся альтруизм Алишеры. Он искренне хочет помогать людям, в частности, больным детям. Он искренне плачет на моменте, когда вспоминает о сборе средств для больного ребенка. В чем вопрос? Что это? Также ему нравится дарить другим людям положительные эмоции. Хоть его песни и клипы являются протестом против традиционных устоев, их цель не борьба с чем-то, а желание вызвать у людей эмоции. Я очень люблю эмоции. Эмоции. Неважно какие. Мы видим не сценический образ Моргенштерна, который зациклен на продвижении своих треков и клипов, на своей популярности, желании вызвать хайп, а Алишера, который на самом деле обычный человек, который хочет сделать мир лучше. Хочу всем подарить любовь и счастье. По крайней мере, это мнение, которое закрепляется у большинства посмотревших это интервью и следствие того поведения, что было им продемонстрировано. И на этом же интервью впервые затрагивается тема неуверенности в себе. Мы привыкли к Моргенштерну, который идет на пролом и ничего не боится. Дерзкий, сильный образ не соответствует тому, что мы слышим от самого Алишера. Это важная деталь, о которой мы поговорим чуть позже. В комментариях после этого интервью зрители, в виде искренности Алишера, где он выходит на эмоции, отклоняется от своего привычного образа, больше прочувствовались к нему. Это запустило создание эмоциональной связи не только с молодым поколением, которое, как это часто бывает, протестует против установленных норм, но и более широкую аудиторию, которых интересует личность и ее взгляды, несмотря на ту провокационную деятельность, которую он транслирует. Преобразование и формирование нового образа окончательно закрепляется в новом интервью Ксении Собчак, который имеет и такое название – «Новый Моргенштерн». Здесь нам буквально говорят, что мы имеем дело с новой личностью. Начнем с внешнего вида Алишера. Наибольшее внимание на себя обращает серый свитер в рваном стиле. Серый может отсылать нас к цвету депрессии. Это результат смешения черного и белого. Обратите внимание на внешний вид Алишера. Рваная серая одежда, бритая нагло голова, обилие татуировок. Не зная контекста, может создаться впечатление, что Алишер – бывший заключенный. И это довольно иронично, согласитесь, ведь, как говорит Алишер, он стал заложником образа. Давайте позовем Моргенштерну, он нам что-нибудь отчебучит. Да, клоун. Он сделает нам шоу. Клоун. Новый стиль Алишера сильно отличается от привычного бунтарского, когда он намеренно показывает предметы роскоши, всем видом это демонстрирует, что выглядит богато. Во время большей части интервью Алишер закрывается как с помощью смены положения тела, так и жестов. Это сильно отличается от того, что мы видели на интервью Гордона. Интервью Собчак раскрывает Алишера с новой стороны. Вернее, чуть больше открывает в нем именно Алишера, а не Моргенштерна. Он ведет себя уже не так самоуверенно, легко и нагло. Алишер утверждает, что не видит какой-то миссии и цели в своей жизни. Он задает много вопросов о сути мироздания, и при этом не понимает, как устроен мир. Я вообще запутался, я не знаю, что делать. Такие вопросы было бы ожидаемо услышать от кого угодно, но не от Моргенштерна. В интервью Собчак Алишер еще больше, чем в интервью у Гордона, говорит о том, что запутался в своей жизни. Кроме очевидной популярности Моргенштерна, почему же еще его проблемы привлекают наше внимание? История Моргенштерна воздействует на наше коллективное бессознательное. В книге Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий герой» описывается такое понятие, как «путь героев». Это условная схема, согласно которой большинство главных героев разных произведений проходят по схожему жизненному пути. Упрощенно она выглядит так. Вначале герой еще не является героем. Он живет спокойно, размеренной жизнью, без вызовов и трудностей. Но потом происходит что-то, что заставляет героя действовать. Это событие называется зовом. Что-то ведет героя на дорогу приключений, опасностей и побед. Далее он переходит в другой, незнакомый ему мир. Там он сражается до тех пор, пока не победит или не достигнет чего-то. Затем он возвращается в обычный мир с победой. После этого он либо начнет новый цикл, либо остановится. На подобной схеме мы и видим развитие карьеры Моргенштерна. Начало можно считать жизнь Моргенштерна до его появления на ютубе. Зовом здесь является его уход из университета, новый мир, его победы в творчестве и завоевание известности. Возвращение в обычный мир – то, как Алишер сидит у себя дома с мамой. Однако после множественных побед Алишер попадает в ловушку достижений. Он исполнил свое желание, но теперь, когда его основная миссия завершена, добиваться нечего. Нужна новая миссия. Миссию найти было бы, наверное, прикольно, потому что, ну, это же плюс один к желанию жить. Предыдущие успехи уже не приносят удовольствия, а новые не могут дать чего-то необычного. Сейчас он снова находится в начале цикла героя. Неизвестно, к чему это все приведет сейчас. Будет ли это новый цикл, либо герой уйдет. Теперь не только его преданные фанаты, да и просто случайные зрители будут следить за историей его развития и тем, как он разрешит свой конфликт. Судя по тому, что мы видим, у нас складывается впечатление, что в данный момент Алишер испытывает экзистенциальный кризис, что вполне может таким и являться. Он начинает увлекаться как духовными практиками, так и психологией. Но не стоит забывать, что Алишер часто меняется, так что это может быть частью его нового образа. Желание всем стать лучшим, оно достигнуто. Я не знаю, что мне дальше делать, я не знаю, чего я хочу. Также он говорит о том, что его беспокоит его будущая карьера. Хоть Алишер и понимает, что его уход из шоу-бизнеса имеет место быть, мысль о том, что он потеряет свою славу и внимание публики, его, видимо, разочаровывает. Когда Моргенштерна признают, он кончится. Кроме экзистенциального, он вполне может пережить еще и творческий кризис. Любой артист, профессионал или эксперт рано или поздно сталкивается с профессиональным выгоранием. И Алишер не исключение. Если раньше его образ составляли склонность к риску, желанию дразнить и провоцировать других, проявлять открытую и прямолинейную искренность, сейчас он явно сбавил обороты. Ему становится уже сложно и попросту неинтересно кого-то провоцировать. Аудитория желает чего-то нового. Но Алишер уже не может этого дать. Я уже спровоцировал всех на себя. Кого мне еще? Что-то, что мне продолжать это, что ли, делать? Вот я уже всех забрал, что мне еще делать? Для полного разбора будет интересно посмотреть на творчество Алишера. В последнем клипе Алишер без каких-либо скрытых смыслов дает зрителю понять, что устал от популярности и известности. Не случайно в конце клипа Алишер выходит на сцену в образе клоуна. Цветовые тона клипа мрачные, темные, депрессивные. В клипе Алишер убивает Моргенштерна. Так нам дают понять, что Моргенштерн и Алишер – это все-таки не один и тот же человек. Моргенштерн – это сценический образ, который не имеет общего с реальной личностью Алишера. Сам Алишер признает, что Моргенштерн – это всего лишь проект, над которым он работает. Разделение с образом дерзкого, богатого и беспринципного музыканта, которого интересует хайп, с неуверенной в себе личностью, которая требует признания, и становится все более явным. Моргенштерн – это проект. Разговор Собчак чем-то может напоминать прием у психотерапевта. Они очень много говорят о его детстве, постепенно приоткрывают новые слои личности Алишера. Самым поверхностным и очевидным слоем является его дерзость, желание всех провоцировать и создавать хайп. Следующий слой – желание вызывать эмоции и привлекать к себе внимание. Предпоследним слоем является желание что-то доказать другим, добиться чего-то великого и значимого. Финальный слой – ядро личности. Это неуверенность в себе и недостаток внимания и признания. Причем, чем глубже мы уходим, тем больше становится Алишера и меньше Моргенштерна. На интервью у Собчак Алишер раскрывается еще больше, чем на интервью у Гордона. Мы редко видим неуверенного в себе Алишера, поэтому его открытость и уязвимость создают у нас одновременный диссонанс, непонимание и интерес к его открытости, к нему самому. В итоге у нас складывается картинка в голове, что хоть Алишер и добился славы и богатства, он по-прежнему остается простым парнем, которому нужно внимание и понимание других. Моргенштерн – это не только творческая субличность Алишера, но и сценический образ. Цель Моргенштерна – вызвать эмоции, причем неважно, будет это любовь и признание фанатов или ненависть. Моргенштерн создает скандальные ситуации, ведет себя нагло и дерзко, склонен к провокации. Но, как и любому человеку, ему присущи простые переживания, с которыми сталкивается каждый на своем профессиональном пути человек. Несмотря на то, что он делает вид, что ему не важно чужие мнения и оценка, они не могут обойти его стороной. Да, его искренность и открытость располагают, а идти против общих правил заслуживают уважения. Сейчас он находится в таком состоянии, что ему нет необходимости кому-то что-то доказывать. Однако Алишеру все равно важно иметь подтверждение своему таланту. Ему важно чувствовать свою значимость и ценность. И хочу пригласить на последнее обучение в этом году по развитию коммуникативных навыков. Как разговаривать легко, эффективно и комфортно. Мы уже провели месяц назад, вот буквально не кончился первый поток этого обучения. Результаты и отзывы учеников я прикреплю где-то сюда, вы сможете увидеть, с какими проблемами они приходили изначально, что произошло потом. Это обучение провожу не только я, к нему прикладывают руки многие специалисты. Мы приглашаем кандидатов психологических наук, психологов, чтобы они не только преподавали, но и проводили групповые занятия. То есть практическую часть. У нас есть несколько тарифов, где вы можете просто посмотреть видео, попрактиковаться в парах, отработать знания, полученные в теории. И третий тариф, там небольшое количество человек, но максимальная практика. Это как раз с преподавателями, психологами. Также мы проводим ваше психологическое тестирование до и после курса, чтобы вы могли отследить результат. Подробности я оставлю по ссылке в описании. Заходите, смотрите. Если есть вопросы, то задавайте, на все ответим. Это не просто наша цель вас замотивировать и дать какую-то из книг информацию. Наша задача вас научить. Поэтому приходите, если вам это интересно. Пожалуй, на этом все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в руках и быть на шаг впереди. Скоро увидимся.